Вот. Самое главное, мне постоянно напоминайте, чтобы я нажимала запись, иначе у меня забывают. Смотрите, мы стартуем завтра. У нас будет эфир утром обязательно, примерно в 10 утра. Мы будем говорить, что мы будем пить с утра, что мы будем кушать в течение дня и какой будет распорядок. Потом будет днем коротенький какой-нибудь эфирчик, и ближе к вечеру будет эфир по психологии. Какую-нибудь тему будем обсуждать. Естественно, самые такие, которые нас больше всего беспокоят. По зажорам пройдемся, по внутренним органам. То есть все, что успеем за эти три дня максимально я хочу вам дать. Чтобы вы понимали, как идти дальше самостоятельно, либо кто дальше пойдет на 21 день. По 21 дню. Давайте я отдам завтра, ближе к вечеру, информацию, чтобы вы уже определились, кто хочет идти, кто не хочет. Я посмотрю, насколько готовность есть, насколько активность есть у ребят. Вот. Будут все эфиры в записи. То есть, ребят, живите в своем режиме, как нравится. То есть, если кто-то хочет подстроиться под наши эфиры, то подстраивайтесь, поставьте там колокольчик или что там ставится, я правда не разбираюсь. Если у кого-то неудобно, то будут тогда смотреть записи. Но я специально сделала, чтобы пятница, первый день, как бы там где-то можно посмотреть записи. А суббота, воскресенье уже у многих не рабочие дни, поэтому можно будет посмотреть эфиры уже в эфире. Очень рада, что у нас столько ребят собралось за такое короткое время. Ну, а если честно, я даже не ожидала. Вот. И что нужно будет к завтрашнему дню в первую очередь сделать? Во-первых, ребят, полы. И вот смотрите, вот так вот прям, если у кого-то есть кофемолка или еще что-то, намолите ее, полы. Только единственное, что кофемолки, насколько я знаю, ну, по крайней мере, у меня такая, ее мыть нельзя. И после кофемолки она, если что-то, какие-то травы молите или там кофе потом начинаете, оно будет горьким. Вот максимально ее потом вытираете после полыни и, например, можете смолоть любую другую траву. Вот. Полынь нужно, чтобы у нас обязательно была. Потом куркуму купите, она на развес продается, то есть у вас будут практически сутки, да, чтобы купить куркуму. Завтра я расскажу, как мы будем что пить. И желательно еще найти, но сейчас она не проблема в аптеках, трава гинкобелуба. По-моему, так она называется. Так, сейчас я... Я думаю, что вы... Гинкобелуба, правильно она называет. Сейчас, секунду, ребят, я попробую вам. Видно? Гинкобелуба. Вот, эту травку тоже приобретите. Я расскажу, как и что она будет действовать и при каких занятиях, физических занятиях мы будем ее употреблять. Так, вспомнить бы еще что. Мне, пожалуйста, ребят, поставьте... Я не знаю, там... Просто напишите коротко в чат. Я все равно весь чат читаю. Если я не отвечаю, значит, я не читаю. Напишите, кто на каком питании. И не стесняйтесь, кто на всеедении. Тоже напишите на всеедении, потому что для вас я тоже буду говорить, что купить, какое блюдо приготовить, чтобы вывести вас немножечко в другой рацион. Но чтобы это было без срывов в дальнейшем. Вот, это очень важно. Так, дальше еще. По поводу чата. Ребят, общайтесь в этом чате. Но если кто-то будет здесь себе искать клиентов, выбрасывать какую-то рекламу, информацию, всякую ерунду, я блокировать не буду. Ну, если, конечно, там не будет какой-нибудь порно-сайт, да, у нас есть администраторы, вот, и они будут, администратор будет за этим смотреть, в принципе, как и я же. Но если там будет, там, я вот провожу там то-то, то-то, приходите ко мне, я блокировать не буду. Я оставляю этого человека, этих людей на ваше усмотрение, чтобы вы себя прорабатывали с такими людьми. Что значит прорабатывали? Смотрите, я буду выкидывать какую-то информацию, вы будете делиться этой информацией. И если у нас будет какая-то реклама самих себя, то очень много вопросов я просто не смогу увидеть, если чат засрется какой-нибудь вот этой ерундой. Точно так же, как и вы не сможете увидеть какие-то сообщения, которые бы вас интересовали. Вот, поэтому, как правильно поддержать чат, это же ваш чат, вы будете смотреть сами, как правильно, как тактично донести человеку информацию, что это здесь сейчас не актуально такое. У нас с вами будет спорт, я вам скажу спорт. Спорт у нас будет достаточно сильный, но это будет прям лекция, я лекцию расскажу, чем он хорош и чем он плох. То есть у него нет только одной стороны, что он прям вообще хорош для нашего тела. У него есть и другая сторона, что если мы будем его использовать, спорт, просто как тупо спорт, то он сожрет наши клетки. Да, именно вот эта вот клеточная память ДНК. Я вам тоже про это расскажу, поэтому мы будем заниматься, но будем заниматься с умом и будем поддерживать в том числе и травками определенными, чтобы у нас эти клетки сохранялись, но чтобы тело прокачать максимально, чтобы оно смогло у нас как вот этот вот панцирь, чтобы раскрыть внутреннюю флешку. Это я все расскажу, это будет вот в первые три дня, и будет вот эти вот лекции, они будут. Вот, то есть будет примерно где-то три эфира. Если будут какие-то, я буду смотреть по сообщениям, если будут какие-то экстренные ситуации, во-первых, я буду записывать коротенькие вот эти вот кружочки, да, тут сюда вроде бы можно записывать их. Вот, потом голосовые сообщения буду записывать. И если будет что-то такое, что нужно прям вот осветить, осветить, то я буду выходить в коротенький эфир и все время записывать, под запись ставить. Но, ребят, еще раз, кто выходит, одни из первых, кто выходит, сразу же мне, пожалуйста, напоминайте, что я должна включить на запись. Я постоянно про нее забываю. Вот. Вроде бы пока все сказала. У нас глобальных чисток не будет здесь, потому что мы сейчас вот этот марафон, там, 21-40 дней, да, мы меняем полностью сознание и переходим на очищение, чтобы организм сам себя очищал. Если этот марафон зайдет, то сделаем небольшой перерывчик, я не знаю, может быть, даже неделю, да, и уже устроим тогда марафон. Ну, наверное, по вхождению в автономию, пусть даже в частичную автономию. Вот. И там уже будет он более глубоко. Посмотрим, как этот зайдет. Давайте загадывать не будем. Посмотрим, как этот. Понравится вам, не понравится. Я буду тоже смотреть, что насколько мне это тяжело, не тяжело, чтобы у меня, потому что получается, будет получаться три эфира здесь, закрытый клуб, обычные эфиры, дети, вот, чтобы мне тоже понимать, чтобы я не выдохлась, а чтобы мне это было тоже приятно. Вот. Но вроде бы пока все сказала. Завтра, почему не раньше десяти? Потому что, во-первых, раньше десяти, я уже говорила, у нас поджелудочные, они просыпаются, и поэтому у нас где-то часов в одиннадцать у нас будет первый прием жидкости, да, как бы вы ни удивлялись жидкости, я все расскажу, почему мы будем эту жидкость пить, потому что очень много же ходит слухов, что воду вообще не нужно пить. Я сейчас немножечко это по-другому вижу, и именно чтобы перейти в автономный режим, я все-таки смотрю, что нужно пролиться, так я называю это. Если на голодание, то да, можно через сухую, но через сухую тоже можно, ребят, но, смотрите, через жидкость это будет более лайтово. Ну, например, для таких людей, болезненных, как я, потому что очень сильная интоксикация, и я сейчас очень много работаю с людьми, уже более ста человек, которые прям вот, я бы так сказала, что перешли на другой уровень, на другой уровень образа жизни, качества жизни. Ну, вот, это очень важно для меня. И я могу сказать, что через жидкость это было более лайтово, потому что, если мы говорим через сухие дни, то иногда были такие токсикозы, ой, токсикозы эти. Господи, все собрала. Ну, в общем, интоксикация организма была иногда настолько, что чуть ли не до скорой доходила у нас. Да, и такие случаи тоже были. Вот, поэтому я постараюсь все учесть, весь этот опыт, и чтобы вам уже давать именно то, как это будет делать, будет делаться более плавно и результативно. Я понимаю, что всем хочется, чтобы вы сейчас за три дня состряпали таблетку, ее выпили и все перешли на автономию. Но будем смотреть правде в глаза, это немножечко не так. Если вы хотите все-таки уже выйти на безоткатную жизнь, то это будет вот таким вот путем. Вот. Вроде бы все. И еще, ребят, смотрите, очень многие мне пишут в личку какой-то вопрос свой. И бывает, что пишут так, что там текст, но очень большой. Я скажу сразу, у меня нет времени его читать. Если есть какие-то короткие вопросы в одно предложение, в одно-два предложения, то вы можете написать, и мы здесь поместим это в эфир. То есть я, понятно, я не буду говорить от кого, куда, чего. Я скажу, что вот есть вот подобное, и мы разберем эту ситуацию. Если у вас какая-то там уже более личная и требует проработок более глубоких, то тогда, ребят, добавляйтесь на марафон, который будет 5 февраля. Мы там будем прорабатывать индивидуально. Либо личные консультации. Потому что для меня это... У меня просто нет столько времени, чтобы читать вот эти письма. А потом же я же понимаю, что мне их нужно ответить на эти письма. И у меня нет времени. Поэтому некоторые я даже не читаю. Вот мне сегодня за ночь пришло 12 таких писем. И если бы я их просто стала читать, я бы, наверное, до вечера читала. Только давайте либо через личные консультации, либо через марафон, уже такой вот индивидуальный поле, который 5 февраля. Либо просто коротенький вопрос, коротенький, чтобы я его смогла прочитать. И в эфире здесь озвучиваем. Вот. И не обижайтесь. То есть... Нет, вы, конечно, можете обижаться, но эти обиды будут только ваши. Меня они как бы никак не касаются, но просто иногда доходит до того, что... Да, бывают люди, что пишут мне, что ты такая-то сякая, не смогла там вылечить моего родственника по фотографии, не отвечаешь. Или доходит до того, что мне уже несколько раз сыну старшему, так как я подписана на него в соцсетях, вот, нашли старшего сына, и уже было вот такие две угрозы, что там у тебя там лаврова мать такая-то, она там не хочет мне отвечать, не хочет меня лечить бесплатно, или там не хочет сказать моему родственнику, почему нужно или не нужно идти на военные действия. То есть вот всякое вот такое пишут, причем ребенку. Поэтому давайте все-таки как-то уважительнить друг к другу. И если кто-то не согласен с моим мировоззрением, я с огромной благостью это принимаю, но это ваше несогласие, поэтому может быть и так, не все будут со мной согласны. Вот, ребятки, если есть какие-то вопросы, давайте задавайте, я сейчас отвечу, и кого нет этих травок, идите покупайте эти травки пока. Ну и, конечно, ребят, много овощей. Закупитесь много овощей. Фруктов, наверное, процентов 30, овощей процентов 80 из вашего рациона будет. И кто сидит на варенке, то там крупы уже, крупы совсем чуть-чуть, потому что у нас будет очистка. Три дня, в принципе. Если кто-то совсем не может без круп, либо без какого-то животного белка, я вам это, вы можете купить, но завтра расскажу, что. Потому что мне нужно понимать вообще, кто с каким питанием. Вот, потому что мы еще поговорим с вами, знаете, о какой теме. Очень многие задаются вопросом, и у очень многих такое происходит, что когда они выходят с сухих дней, очень сильный отек идет. Вот. И не понимают, что делать, пеняют это на почки. Это не почки, ребят, это отсутствие белка определенного, но для каждого он свой. Мы тоже сделаем этот эфир, и как добывать этот белок, пока мы еще кушаем, мы тоже поговорим, потому что отечность, особенно лица, это как раз нехватка белка в организме. Это сердце, ребят, это сердце, это не почки. Вот. Об этом мы тоже поговорим. Пишите вопросы. Знаете, как, давайте, чтобы я четко уже пролистывала, потому что вы общаетесь там, это здорово, что вы общаетесь, чтобы было понятно, что это ваши вопросы, перед вопросом давайте будем ставить красный восклицательный знак. один, либо три, неважно, красный восклицательный знак, и я уже буду четко понимать, что если я буду перелистывать, там, например, что скопилось там 300 сообщений, я не всегда их смогу себе прочитать, но я увижу, что, например, с восклицательными знаками это вопрос ко мне. Хорошо, ребят, чтобы я уже четко понимала, что это вопрос ко мне. И тогда, либо кто может копировать там именно ко мне вопрос, я там вижу вот эту вот собачку, но я, если честно, не умею так делать. Вот, и может быть, кто-то тоже не умеет, тогда либо через собачку, вот именно мне вопрос, либо через восклицательные знаки. И я тогда эти вопросы буду все читать, и все мы их озвучим. Все. Все, ребят, покупаем травку. Молим очень мелко полынь, куркуму. Это нам нужно будет. Потом вы травки добавите, какие хотите, потому что мы еще поговорим, знаете, о чем мы будем открывать через кожу головы. Будем тоже открывать вот это вот, как сказать-то, чтобы вибрацию у нас очень хорошо голова воспринимала, мы будем как бы очищать волосяные луковицы. Я вам тоже расскажу, что это купить, но это можно не прямо сейчас. Мы сделаем просто эфир по голове, по волосам, да, потому что очень много вопросов, нужны ли волосы, не нужны ли волосы. Ребят, просто это разные варианты восприятия вашего мира. И какой вы выберете, это будет просто ваше. Я вам про это все расскажу и расскажу, что нужно будет, как работать с головой, с кожей головы. Ну, естественно, для девочек это очень хорошо, потому что будут расти красивые волосы, кто хочет красивые волосы. А для мальчиков это хорошо, потому что там начнутся другие процессы, вы прям это почувствуете, ну, быстро почувствуете. Вот. Еще про это я вам расскажу. Вот. А пока гинка белого, полы помолотые хорошо и куркума. Все тогда, ребятки, прощаюсь. Смотрите, кто не посмотрел, я сейчас прикреплю, а он, наверное, здесь и останется. Если не останется, то прикреплю сейчас этот эфир. Все. Обнимаю, пишите вопросы и завтра стартуем. Спасибо.